МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. После ЧП с посылками почтовики показали, как они следят за доставкой. И будут новые подробности о посылках из Китая, которые не дошли до Ачинцев. Доставка простых писем и мелких пакетов простых. Получается на совести самого почтальона. Единороссы подняли НДС на 2%. Мы спросили экспертов, когда и на сколько все подорожает. Почти 300 Ачинцев прошли экспресс-анализ на ВИЧ. У 7 медики определили страшный диагноз. В рубрике «Тест-драйв» тестируем экологичное место для отдыха и пикника. Там еще и ягодой можно полакомиться. В ВИЧ эти операторы не доедают. Собираешь, 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 собираешь. Почтальон, по вине которого около ста посылок из Китая не были доставлены до адресатов, отстранена от работы. Пакет с уже вскрытыми пластиковыми конвертами был обнаружен примерно в 300 метрах от отделения почты на Кирово. Пакет обнаружил прохожие и разместил пост в соцсетях. Сейчас проверкой занимается полиция и собирает все данные о возможных пострадавших. Из числа так называемых потерпевших в дежурную часть межмуниципального отдела Мадрес-Ячинский инициативно пока никто не обратился. Но на данных обнаруженных конвертах есть адресаты. Сотрудниками полиции сейчас проводится проверка, устанавливаются все. И данные граждане будут все опрошены и будут с них взяты объяснения и заявления. Как говорят в полиции, если ущерб составит более 2,5 тысяч рублей, то почтовому вору грозит уголовная ответственность. Также из наших источников стало известно, что женщина на почте проработала всего месяц. Конверты вскрывала чисто из любопытства. Ей стало интересно, что же такого могут заказывать люди через интернет. Вскрытые конверты бросила, как она говорит, там же, на улице. Добавлю, что это не единственный случай. Год назад почтальон украла пенсии на 300 тысяч рублей. К слову, работала она всего неделю. Через сутки она была задержана полицией, а сейчас отбывает наказание в колонии общего режима. А мы спросили на почте, как вообще контролируют доставку посылок и писем. Клиент сам выбирает способ доставки. То есть он захотел, эта доставка немного дешевле получается простая, чем заказанным бы, если бы он выписывал. Клиент выписал простым почтовым отправлением. Мелкие пакеты, в общем, мелкие пакеты, также они поступают в сортировочный узел, там поступают в закрытых емкостях. Причем все у нас сортировочные узлы обеспечены системами видеонаблюдения. Там они обрабатываются, раскладываются по отделениям, сортируются, поступают в закрытых почтовых емкостях полимерные ящики. У нас такие в отделении связи. Отделение принимает начальник отделения, оператор, пересчитывает. И здесь уже, если это простое отправление, оно не заносится в адресное хранение, в программу. Просто пересчитывается, раскладывается по участкам и почтальону приписывается по количеству. Начальник приписала ей, отдала в доставку. Она пришла, отчиталась, все доставлено. По заказным она извещения тут же отдала, конечно, все отчиталось, а простые. Она сказала, что вручено, почтовый ящик опущен. Все, это простое отправление. Мы просто по количеству ее приписали, она пришла, отчиталась. Если большие, мелкие пакеты, они большие, и в ящик не входят по своим габаритам, в таком случае выписывается извещение, клиенту опускается извещение, и клиент уже приходит в отделение, в почтовом получает свое отправление. Получается доставка простых писем и мелких пакетов простых. Получается на совести самого почтальона, но и клиенты об этом также знают, когда они заказывают, когда они пересылают. Вся эта история с посылками стала известна только потому, что какой-то прохожий обнаружил пакет с уже вскрытыми конвертами. Получается, почта была бы не в курсе, доставлена ли посылка адресату, а адресат, не получив свой товар, думал, что посылка затерялась где-то в дороге. Руководство же почты говорит, что сработал простой человеческий фактор и приносит извинения всем пострадавшим. Наталья Солдовник, Вильдан Калимулин, Александр Сиделев, Новости телеканала АСА. Госдума окончательно приняла повышение НДС, как и в случае с повышением пенсионного возраста, единогласно заголосовали единороссы. Это означает, что с 1 января налог вырастет с 18 до 20 процентов. Вроде бы немного копейки. Но таким образом государство планирует закрыть дыру в бюджете. И за три года правительство рассчитывает получить с повышения НДС 2 триллиона рублей. Но у этой историей есть обратная сторона. Эксперты от федералов до местных считают, что за это время опустеют кошельки у народа. Все потому, что цены, как говорят эксперты, вырастут еще раньше и еще больше. Налог на добавленную стоимость взимается практически со всего. Это продукты, промышленные товары, это билеты на общественный транспорт. Освобождены от НДС разве что гробы. Если с 1 января у нас повышается НДС, то, скорее всего, я так думаю, по опыту, по логике, по наблюдениям жизни в нашей стране, могу сказать, что повышение начнется немножко заблаговременно, в декабре, когда как раз перед Новым годом люди более охотно тратят деньги и не так придирчиво смотрят на ценники. Я, допустим, и сейчас не очень позитивно оцениваю ситуацию, поэтому, в Союзе, это всего лишь еще один из негативных факторов. А какие они там еще появятся, очень сложно спрогнозировать, экономить. Мы уже, мне кажется, все экономим. Если НДС у нас увеличен на 2%, то цены вырастут, скорее всего, минимум на 3%. Но, впрочем, у нас в государстве вообще их никто не регулирует и не контролирует. Следом и инфляция разгонится на 5%. И в итоге, как считают умные люди, эффект от всех этих маневров с налогами скорее ухудшит жизнь россиян. Хотя собранные налоги как бы должны были пойти на социальные выплаты. Но даже третьекласснику понятно, если пенсии увеличатся на 100 рублей, а цены в магазинах вырастут на 300, то для кого все это делается? Непонятно. Наталья Сусанина, Вильдан Калимулин, Телеканал ОСА. Ащинские детские сады и школы готовятся к новому учебному году. На ремонтные работы выделено 42 миллиона рублей. Одним достанется легкий косметический ремонт, другие же увидят новый асфальт, веранды, столовые и спортивные залы. Также будет ремонт кровли. Расскажем про самые крупные работы. К примеру, в третьей школе перенесли центральный вход. Теперь ученики напрямую с Парка Победы на территорию школы не попадут. А чтобы обратить внимание людей, что входа здесь нет, выложили красочную эмблему. Что еще будет нового в школе, мы узнали у директора Марии Киселевой. Полы мы меняем на втором и на третьем этаже. Были деревянные полы, мы постелили длинолеум. В целях безопасности жизни и здоровья обучающихся мы перенесли главный вход с улицы Стасовой на главный вход теперь у нас будет со стороны 4-го микрорайона, 10-й и 11-й дом. И для доступа в школу еще есть пешеходная дорожка со стороны 25-го дома. 600 квадратов данная дорога, объем данной дороги. И вот в этом году, мы в июне месяце данный асфальт положили для благоустройства центрального входа. В связи с переносом, да? Да, в связи с переносом главного входа прошло такое благоустройство. Сады и школы ремонтируют подрядчики со всего края. Помимо денег местного бюджета, еще немного пришло из краевого. Чуть больше 4 миллионов рублей. Кому повезло попасть под капитальный ремонт, мы узнали у руководства управления образования. В этом году мы в большинстве садов делали пищевлоги, прачечные, это капитальные ремонты. Система отопления, например, в 34-м детском саду, в 35-м детском саду. Полностью меняли буфетные и туалетные комнаты, это номер 47-й детский сад. По школам из больших крупных ремонтов, это капитальный ремонт в первом лицее спортивного зала, это капитальный ремонт в 17-й школе, также спортивного зала. Это замена отопления в 8-й школе, кровля в 17-й школе и в 11-й школе блоки, оконные блоки и частично кровля. С 1-го июня на ремонт были закрыты 13 детских садов, сегодня почти все работают. В школах к ремонту приступили позже из-за экзаменов, но в управление образования заверили, подрядчики пока успевают. Дарья Потехина, Иван Цуканов, Александр Сиделёв, новости телеканала ОСА. Минфин заявил, что тарифы ОСАГО могут быть полностью освобождены от госрегулирования к 2025 году, то есть компании-страховщики будут сами устанавливать цены. Однако сразу ведомство боится их отпускать, потому что, цитирую, «для жителей некоторых регионов полис ОСАГО стал бы необоснованно дорогим». Однако систему ОСАГО уже ждут перемены. На стоимость полиса будет влиять стиль вождения, нарушение правил, резкости торможения, частота и длительность использования машины, скорость движения, а также другие факторы. Фиксировать их будут в том числе с использованием установленных на автомобиле телематических устройств. Это пока поправки в закон об ОСАГО, но уже ясно, за все платить будут автомобилисты. В субботу в Ачинской МРБ можно пройти бесплатное обследование организма. Работают кабинеты смотровой, ЭКГ, флюорографии и мамографии. Принимая терапевты, можно сдать анализы. Пройти диспансеризацию могут пациенты вне зависимости от места проживания и прикрепления к поликлинике. При себе иметь паспорт и полис ОМС. Обращаться в кабинет номер 14 с 9 утра до 3 часов дня. В пятницу Ачинцы увидят самое долгое лунное затмение 21 века. Наблюдать его можно почти по всему миру, кроме Америки, а в некоторых местах почти 2 часа. Это явление по-другому называется кровавой луной из-за багрового оттенка спутника Земли. Фаза полного затмения наступит почти в полдвенадцатого ночи по московскому времени. Главное, чтобы тучи не помешали зрелищу. А в КПК Сберкнижка вы можете хранить деньги по 13% годовых. Телефон 56-8-56. Компания ДЭС-Сервис предлагает физическим и юридическим лицам услуги противоклещевой обработки территорий и дачных участков. Дезинфицирующие средства для индивидуальной защиты и хозяйственных нужд. Телефон 5-00-38. Хочешь недорогой и быстрый интернет? Успей подключить. Тариф 2018 от компании Синт. 100 мегабит в секунду за 1 рубль в месяц. Успей подключить. Подробности в офисе. Первый микрорайон строения 55А-2. Телефон для справок 56-00. Гипермаркет «Маяк» авиаторов 5А. САХА 399-90. Тетрадь 12 листов, рубль 90. Качели трехместные. 9999-90. Гипермаркет «Маяк» проезд авиаторов 5А. Гипермаркет «Маяк» Гипермаркет «Маяк» Здравствуйте. Здравствуйте. В ТРБ проходит диспансирование. Чтобы проверить свой ВИЧ-статус, необязательно обращаться в больницу. Сделать это можно прямо на улице, вот в таком мобильном пункте. Находится он сегодня возле торгового центра при Чулыме. Займет это 15 минут. Экспресс-тестирование и консультации сегодня проводят специалисты Ачинского спид-центра. Инфекция обязательно в порядке. Ой, даже не больно. Пневмония. Ну, во-первых, почему бы и нет, если есть такая возможность пройти это быстро и бесплатно. Тем более никто не застрахован. Можно любыми путями абсолютно получить данное заболевание. То есть, если даже в больницу приходишь, укол поставили или еще что-то, я думаю, что это, по крайней мере, будет не вредно. Все хорошо? Ну, да, это очень быстро, не больно и очень интересно. Может сдать любой человек, в том числе анонимно. Мы не требуем никакой документ, ни паспорт, ни удостоверения, удостоверяющие личность. Пройти тестирование. Кровь берется из пальца, ланцетами, абсолютно безболезненно. И через... Закапывается реактив в тест-систему. И через 10-15 минут выдаётся результат. Он может быть положительным, сомнительным и отрицательным. При положительном и сомнительном результатах врачи предлагают обратиться уже в сам спид-центр и пройти повторное и уже более расширенное обследование. Добавлю, что акция эта всероссийская проходит в 120 городах нашей страны. И еще, тестирование на ВИЧ-инфекцию анонимно и абсолютно бесплатно. Наталья Солдовник, Александр Сиделёв. Новости телеканала АСА. Партнер рубрики тест-драйв в караоке-бар Чикаго. Открой свои выходные с Чикаго. Ваня. Ваня. Да что я засмотрел. Засмотрел. На кого? На природу. Ой, какая чихуля. Ваня, нам сейчас Наталья Рина сказала, что мы должны собрать с собой тазик малины. Во-первых, где малина, где тазик, Вань? Ну. Есть тазик? Пойдет, повезло. Прости. Ну все, тазик есть, где малины нужно брать. Вань, давай покажем всем жителям города Ачинска, как нужно делать правильный тест-драйв. Во-первых, на твои нервы. Ну, во-вторых, за сколько времени мы соберем вот такой небольшой тазик малины. Ваня, мы сейчас находимся с тобой в О-О-О Игинское. Просто платишь 100 рублей и ягоды тут на халяву. Можно просто прийти сюда. Не знаю, с друзьями, там, с любимым человеком. Смотри, какая красивая природа. Покажи всю эту красоту. Это круто. Примерная природа здесь, правда, обалденная. Ну и плюс, представляешь, можно просто покушать вот этих суперских витаминов. Помимо малины есть облепиха. Три сорта смородин. Это белая, красная и черная. Ну вот попробуйте смородину, да. Не, вот там вот есть пустые. Можно вот там сорта разные посажены. То есть она вот начинает спеть. Попробуйте. Вкусно. Вань. Держи. Людей много приходит? По-разному. Все зависит от погоды. Так вообще, в принципе, уже потихоньку, полегоньку о нас узнают. То есть народ есть. Даже одно, как говорится, в прошлом году мы такое заметили, как в соцсетях было, как объехать шлагбаум Игинского, чтобы попасть сюда на поля нелегально. Вот это тоже было. А бывало такое? Постоянно. Вы один здесь следите за этим? Нет, почему? Мы здесь все. То есть мы объезды делаем, ну стараемся, когда сезон начинается, каждые полчаса, час. Но все равно, ну людям, ну вы проехали нормально. Невеликие это деньги. Заплатить? Ну заплати и собирай спокойно. Ягода-малина, нас к себе вонила. Расскажите по шагу инструкцию. Вот я утром встала, взяла там, не знаю, друзей, вот решила покушать, вот к ягоду. Мы решили приехать. Вы решили приехать. Просто поесть ягоды, отдохнуть, как говорится, на природе, на свежем воздухе. Пожалуйста, приезжайте к шлагбауму. Телефоны указаны, висят. Позвонили, запустили въезд, 100 рублей. Наслаждайтесь, кушайте. А если вот я, вы знаете, решила угостить кого-то, взяла с собой ведро, что тогда? Ведро у нас стоит, 10-литровое ведро. То есть собрали на выезде, смотрим все, 300 рублей ведро. То есть нормальный гуманный ценник, то есть и людям отдохнуть, насладиться природой, подышать воздухом и заодно, как говорится, добавить в организм витаминов путем посредством поедания свежей ягоды, да, и отдохнуть просто душой и заодно сделать заготовки на зиму. Кстати, друзья, Евгенское общество работает с 9 утра до 19 часов вечера, без обеда и выходных. Караоке-бар «Чикаго» работает с четверга по воскресенье до 3 часов ночи, декабристов в 29-А. Вся информация по телефону 8 902 925 83 33. Давайте отдыхать вместе с «Чикаго». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова